Добрый вечер! А может быть даже и доброе утро, а может быть и не доброе. В общем, приветствую я всех, в зависимости от того, где вы сейчас находитесь. То, что произошло утром 21 сентября, меня, конечно говоря, как гражданин Российской Федерации, повергло в шок. И даже немножечко вгнало в депрессию. И не хотелось выпускать брифинг, поэтому брифинг сегодня вечерний. Но, тем не менее, надо брать себя в руки, потому что рынки не стоят на месте, тем более сейчас, когда событий очень много, и за всеми этими событиями чуть-чуть не забыли про ФРС, Джоум Пауэлл там, да, первой экономикой мира рулит как ни крути. И вы, наверное, заметили, что выпуск я делаю не в обычное время. Да, я решил немножечко изменить формат. Вечерами буду публиковать вечерний уже, получается, брифинг, и посмотрим, как пойдет. Но, тем не менее, мы с вами будем обсуждать уже, получается, свершившиеся события, то, как на них рынок отреагировал. И, конечно же, будем предполагать, что будет развиваться время, как будут развиваться события в дальнейшем, и какие активы куда будут идти. Так что, в целом, ничего не изменилось, кроме времени. И оставайтесь на связи, подписывайтесь на этот канал, если вы этого еще не сделали, и отмечайте видео колокольчиками, потому что фиксированного времени публикации нет. Ну, а как ни крути, лайк, подписка, несколько слов в комментарии. Поехали! Начнем мы с вами с Федеральной резервной системы США, с ее прогнозов, с ее решения по процентной ставке. Здесь стоит отметить, что запись ролика я провожу сразу же после решения и публикации по ставке Федеральной резервной системы США и до пресс-конференции Джерома Паула. Я на 90% уверен, что серьезных изменений Джерома Паула там рынку не придаст, потому что, в целом, мы видим с вами достаточно жесткую риторику ФРС. Там, возможно, какие-то детали, но плюс-минус, и так уже все понятно. Комитет по открытым рынкам ФРС решил повысить процентную ставку на 0,75% до уровня 3,25. Вот такая сейчас ставочка в США. Правильно будет сказать, там диапазон ставок с 3 до 3,25. Что касается прогнозов, все это совпало с прогнозами, с моими, и с рынков. В том числе, примерно 82% участников рынка фьючерными на процентную ставку ожидали, что ставка будет именно такой. Она такой и оказалась. И 18% считали, что ставка будет поднята на 1%. Если мы с вами посмотрим на обновленные данные, то увидим, что на ноябрьское заседание участники рынка в основном уже ждут ставку, в диапазоне 3,75-4%, то есть еще плюс 0,75%. Эти ожидания появились в принципе сейчас. На них доллар США подрос везде, что особенно видно четко на европейской валюте против доллара. Еще одно новшество брифинга. Мы будем с вами в моменте разбирать активы, когда будем про них говорить. Вот, например, европейская валюта шмякнулась как раз-таки на объявление процентной ставки Федеральной зерной системы США. Сегодня можно сказать, что 1,0050 и 0,99 вполне четко выступает своего рода сопротивлением. Все, что вверх до этого диапазона, это все коррекция. Все, что вниз, движение основное. Можем ли мы упасть к диапазону 0,97? В принципе, как нечего делать. Посмотрите, пожалуйста, на дневной график, то же самое евро-доллар, уверенная нисходящая тенденция. Поэтому, в принципе, причин для серьезного роста в этом инструменте пока не наблюдается. Тут нужно еще отметить, что вот эта вот мобилизация, хотя частичная мобилизация, безусловно, напрягает Европейский Союз, безусловно, увеличивает шансы входа этого Европейского Союза в еще более глубокую рецессию. То есть мы все с вами понимаем, с чем связаны эти процессы, по большому счету. И также стоит отметить, что Европейский Центральный Банк, в отличие от Федеральной Резервной Системы США, не может так жестко действовать, потому что в составе Европейского Союза есть государства, есть страны, которые попросту дефолтнутся, если ЕЦБ будет действовать так же жестко, как это делать Федеральная Резервная Система США. А Джоум Пауэлл ФРС достаточно четко и ясно говорит, что не так страшна нам рецессия в стране, как инфляция, которая бьет все рекорды и пока не останавливается. В этом смысле я бы обратил ваше внимание на свежие прогнозы Федеральной Резервной Системы США, которые подтверждают эту мысль и которые, в принципе, утоптали евро вниз, доллар США вверх. Что мы здесь с вами видим? Мы видим с вами новые прогнозы, например, по инфляции. 5,4 ожидает инфляцию в 2022 году, это всего лишь на 0,2% больше, чем июньские прогнозы, что не так уж и много на самом деле. А вот ВВП вот здесь тут по-серьезному, то есть 1,7% ждали прирост ВВП по итогу 2022 года, сейчас ФРС ждут ВВП 0,2%, что на самом деле мало для 2022 года, для 2023 года, но 2024 год еще плюс-минус нормально. То есть, в принципе, можно говорить о том, что ФРС полна решимости задавить инфляцию, несмотря на то, что страна в какой-то момент вкатится в рецессию. Теперь смотрим сюда. Это так называемый дотплот. По большому счету, это прогнозы членов ФРС о том, какая ставка ФРС будет к концу определенного года. Что мы здесь с вами видим? 2022 год. Подавляющее большинство полагает, что ставка будет в диапазоне 4,25-4,5, но где-то даже 4,25. Вот так вот. В принципе, плюс-минус то же самое ожидают и финансовые рынки. А вот дальше, 2023 год, посмотрите, медианное значение здесь 4,75. То есть, по большому счету, только один член ФРС полагает, что ставка в 2023 году будет ниже, чем сейчас. Все остальные считают, что она будет выше. И о понижении ставки в 2023 году никто практически не говорит. О ближайшем там каком-то понижении говорят уже в 2024 году. Но, знаете, с текущей ситуацией и с тем, как развиваются события, нам бы 2023 год пережить. Итого, риторика ФРС США достаточно жесткая, что приводит к росту индекса доллара США, снижению евро к доллару. И вообще, в принципе, доллар становится сильнее, чем еще было раньше. Но и, в принципе, это решение продолжает утаптывать индекс S&P 500 дальше вниз. В принципе, все идет по плану. Мы с вами говорили, 4,200, 4,100 может стать сопротивлением. Так все и произошло. Дальше ожидали определенной коррекции 3920-3980. Тоже достаточно четко все отработало. Мы идем с вами к пути 3800. Это наша промежуточная цель. Но если мы с вами посмотрим на дневной график, то становится понятно, что, в принципе, все идет по нисходящей тенденции. Да, может в этом диапазоне застрять, в какой-то момент даже отскочить. Но пока фундаментальных оснований делать этого нет. Более детальная информация о том, на какие конкретно вещи отреагировал финансовый рынок и вообще, почему финансовый рынок реагирует на прогнозы и заявления ФРС, я добавлю в специальном практикуме нашего клуба финпрофит.клаб. Вот здесь вот есть раздел «Практикум». В нем есть статья «Анализ прогнозов и риторики ФРС». Пока там только теория, но позже будет дополнена информация о том, почему произошло именно так. У кого есть доступ, смотрите чуть позже по ссылочке в описании. Кто не знает, что такое клуб финпрофит, в правом верхнем углу страница, где описано содержание и условия участия. Переходите. Еще одна тема, на которую однозначно стоит обращать внимание, это, конечно же, частичная мобилизация. Хотя, глядя на указ, который был выпущен, ничего частичного там вроде как и нет. Я постараюсь не касаться политического аспекта, хотя это, конечно, все очень-очень ужасно. Я хочу, чтобы вы понимали мое отношение ко всему этому делу. Но давайте так. Фондовый рынок реагирует не на мобилизацию, а на ухудшение экономического состояния страны в целом, которое, по мнению участников рынка, произойдет в будущем. И на это есть все основания. Рынок ждет санкций страны Европейского Союза и США. Во всяком случае, усиление уже имеющихся санкций. И сегодня я в телеге опубликовал разбор гэпов, с которым открылся рынок. Можете поставить на паузу и почитать все досконально, а лучше перейти непосредственно на этот пост по ссылке, который находится в правом верхнем углу. И не забудьте подписаться, потому что в этом канале не только новости, но и то, как на них реагирует рынок. И, собственно говоря, почему. Но знаете что? Какой-либо агрессивной риторики за сегодняшний день мы не услышали. Никто не говорит о нефтяном и газовом эмбарго. Никто не говорит о финансовой изоляции и разрывах контрактов с Российской Федерацией. Всего этого нет. Как минимум пока. И финансовый рынок отыграл большую часть падения. Индекс РТС, конечно, открылся достаточно низко и все это дело восстановилось. В индексе московской биржи плюс-минус все то же самое. Единственное, на что я бы обратил ваше внимание, это на фьючерсы, на фьючерс, на индекс РТС. Здесь дикая волатильность и я, откровенно говоря, рекомендовал бы вам не залазить в этот спекулятивный инструмент, как минимум в ближайшие пару дней. Но в целом расслабляться и выдыхать, полагая, что падение рынка закончилось, я бы не стал. Реальные проблемы еще не начинались. Сегодня министерство финансов признал аукцион по размещению облигаций несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым ценам. То есть не то, чтобы полностью не разместили весь объем или что спроса было мало, заявок не было вообще. Результатом стал обвал на рынке долговых бумаг. Индекс РГБИ камнем полетел вниз. Да, конечно, там вот купали под конец сессии, но в принципе мы видим, что подобные движения, ну, последний раз встречались, ну, вот как раз-таки 22 февраля. Теперь можно сказать, что в Россию реально не хотят инвестировать и не хотят давать в долг. Как минимум сегодня. И я вообще не понимаю, почему Минфин не отменил этот самый аукцион. Это странно. Как будто он, блин, на другой планете вообще живет. Но что это для нас значит? Первое. В бюджете Российской Федерации к концу года будет дыра размером в 2,5 триллиона рублей. И об этом говорит, в принципе, целиком и полностью Минфин. Это прогнозируется и проглядывается. И эту дыру надо латать. Латать планируют за счет сбора дополнительного налога сырьевых экспортеров. Так что привет Газпрому, Роснефти, Новотеку, вот всем вам привет. Ну и даже говорят вообще о повышении отпускных цен на газ на внутренний рынок. Вот, да, это вообще здорово. Но и всего этого может не хватить. А учитывая, что занимать теперь сложно, то, видимо, будут забирать. Соответственно, выплаты Газпромом дивидендов под вопросом. Либо полностью, либо частично. И это удар по всему фондовому рынку, а не только по Газпрому. Потому что Газпром здесь у нас флагман. И, конечно же, мы опять упадем. Второе. Курс рубля. На удивление, он стабилен. Я уже не знаю, радоваться этому или нет. Но давление на рубль, помимо экспортеров, оказывает еще два фактора. Первый. Это налоговый период, который закончится на этой неделе. И пик выплат приходится на сегодня и завтра. И второе. Это жесткая денежно-кредитная политика регулятора. Да-да, жесткая. Совсем недавно Центральный Банк Российской Федерации понизил ставку на рекордное значение. Теперь настало время поднимать. И, блин, не отсохла же рука, да, у Набиульной, дергать этот рычаг денежно-кредитной политики. Но давайте обратимся опять к индексу РГБИ. Мы видим, что падение началось не сегодня, даже не вчера на слухах. Оно началось 19 сентября, в понедельник. Напомню, что в минувшую пятницу состоялось решение по процентной ставке Центральным Банком Российской Федерации. Там Набиульна четко дала понять, что пространства для дальнейшего снижения процентной ставки нет. И участники рынка такие прикинули, а нафига нам сидеть в этих облигациях, если дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики и фактически роста стоимости облигаций не будет. Ну и началась распродажа. Текущая кривая бескупонной доходности облигаций федерального займа, в данном случае она желтая, выросла. Причем выросла она на ближнем конце. Это говорит о том, что рынок просит повышения ключевой процентной ставки, причем в достаточно обозримом будущем. И о вероятности этого говорила Набиульна. Она говорила, что если будут проблемы с бюджетом, то, цитата, в случае дополнительного расширения бюджетного дефицита может потребоваться более жесткая денежная кредитная политика. Так что нам с вами можно говорить о том, что ставки в Центральном банке Российской Федерации могут вырасти уже к концу осени этого года. Ну а валюта в случае увеличения ставки укрепляется. Так что в целом я бы не стал исключать того, что доллар по отношению к рублю начнет снижение. Мы вновь можем увидеть отмечку 58, может быть, на какой-то короткий промежуток времени. Может быть, даже чуть дольше мы туда и дальше упадем. Все будет зависеть от непосредственно действий риторики Центрального банка Российской Федерации. За этим внимательно надо следить. Ну а 120 рублей за доллар, о котором мечтают многие, особенно многие хейтеры, конечно же, об этом говорить даже близко пока не приходится. Так что в среднесрочной перспективе скорее вниз, чем резко вверх. Ну и давайте коротко пробежимся по другим инструментам, где есть тоже интересная ситуация. Китайский юань продолжает расти. 7.06 сейчас торгует этот инструмент. В принципе, на фоне того, что ФРС США повышает процентную ставку и будет действовать жестко дальше, а Национальный банк Китая задумывается о том, чтобы снизить процентную ставку, есть шанс на то, что данная тенденция продолжится, и мы с вами будем расти 7.2 и дальше, и дальше, и дальше. И единственное, что нас здесь может остановить, это валютные интервенции, которые могут начать реализовывать Национальный банк Китая, как он это делал в 2019 году. Пока никакого анонса не было, и смены риторики тоже не было, так что если вы продаете этот инструмент, то знайте, это исключительно ставка на то, что ситуация изменится. Если она не изменится, позиция пойдет явно против вас. Сегодня я бы отметил уровень 6.96 как такой контрольный, так что если мы туда провалимся, то можно говорить уже о какой-то тенденции вниз или как минимум остановке движения вверх, но пока все складывается к дальнейшему росту. Цены на нефть остаются под давлением. Здесь одни из самых главных факторов, это развивающаяся рецессия. Зачем Национальный банк Китая понижает процентную ставку? А для того, чтобы максимально гладко обойти рецессию в Китае. Ну а сейчас мы с вами видим, как Джером Пауэлл, да, говорит, пофиг вообще мне на рецессию, мы будем повышать ставки очень сильно, потому что надо бороться с инфляцией. Так что первая и вторая экономика мира вообще легко скатываются в рецессии, что безусловно может сказаться на снижение спроса на нефть и соответственно на снижение цен на нефть. Нефть марки WTI находится в нисходящей тенденции. 90,20, 85,20, как мы предполагали, сработало ровно как сопротивление. 80 мы с вами можем ждать. Дальше там, возможно, Джозеф Байден начнет скупать, не знаю себе, домой, наверное, по 80. Но и в Бренте, в принципе, стоит отметить, ситуация ровно такая же. Мы двигаемся с вами вниз, несмотря на то, что сегодня там подрастаем, но тем не менее, 99,95 работает как сопротивление, как минимум сработало, движение вниз это основное, 88 это та отметка, которая вполне достижима в ближайшем будущем. Единственное, что может изменить ситуацию, это ОПЕК, которые сказали, что они могут собраться экстренно, если того потребует рынок. И в принципе, глядя на то, как цены на нефть снижаются, они могут собраться, скажут, ну, мы вот так тогда уж и добычу тоже понизим на 400 тысяч баррелей в сутки, и вот вам, пожалуйста, поддержка. Но пока ОПЕК не выходит, так что цены на нефть для них терпимы. Совсем по-другому ситуация обстоит с ценами на газ. Там все растет, и в принципе прогнозы от Минэнерго США, это Международное электрическое агентство, говорит о том, что цены на газ сохранятся на высоком уровне до конца этого 2022 года. Техническая картина нам указывает на то, что мы с вами идем в какой-то коррекции, но все-таки в районе 6.8 я бы в основном рассматривал какие-то длинные позиции, может быть даже 7, потому что запасы газа в США в принципе находятся, хоть и не на рекордно минимальным значениям, но близко к этим значениям. К тому же фрипорт уже должен восстановиться к ноябрю-октябрю месяца. Это значит, что США будет отправлять жижный природный газ, ну и золото. Здесь-то в принципе без особых изменений, 1750-1690 в целом может работать как сопротивление. Сейчас мы с вами видим определенную коррекцию, все это происходит на заседании Федеральной резервной системы США. Как раз-таки я говорил о том, что сейчас в момент записи идет пресс-конференция, мы видим определенную волатильность, но в принципе существенных изменений никаких нет. Рисковые активы дешевеют, фондовый рынок падает, все защитные активы падают, а доллар США нарастет. На этом в принципе все. Если понравился такой формат, ставьте лайки, пишите в комментариях, что вы думаете на весь этот счет. И встречаемся уже с вами завтра, когда будут новые вводные данные.